Итак, дорогие наши ученики, мы переходим к обработке ягодиц, ну и поясничную зону тоже. Бывает, если массаж оказывают сегментарно, то у нас поясница, нижние пять позвоночных, нижние пять поясничных позвонков входят, крестец входит тоже пять позвонков, копчик, и вот эти все ягодичные мышцы, которые касаются, крепятся к гребле подвздошной кости, вот он идет, вот тут у него такой бугорок есть в этом гребле, и здесь они крепятся к большой бедренной кости, вот она идет, вот тут заканчивается большой вес бедренной кости, собственно говоря, мышцы крепятся вот так вот вокруг него, вот сюда вот они крепятся, вот так вот, к крестцу крепится с этой стороны, грубо говоря, можно сказать, что это все веерно вот так вот, во все стороны этого вертела, вот так же можно прощупать, и женщина, кстати, он гораздо больше упирает, и легче его прощупывается. Значит, ну, начинаем, как любой массаж, мы с растирания, да, во-первых, даже не остальное с поглаживанием, то есть я по конденсии масла, я уже это немножко погладил, да, я сразу же перехожу в серьезное растирание, согревающие конкретные участки, локальные, локальные участки нужны нам для обработки, то есть мы можем отдельно вот эту часть разогреть, отдельно там вот эту разогреть, часть отдельно, всю ягодичную массу разогреть, ну, и соответственно, просто хочу такой небольшой ремак вставить, что ягодица у нас входит и в массаж спины, если заказывать целиком, да, и сегментом, если отдельно, и массаж ног, если заказывать ноги, да, то мы массируем вот до сюда, как продолжение ноги. Так, ну, как мы разогреваем, начнем с серединки, да, с места крепления позвоночника к крестцу, крестово-позвоночное сочленение. Растираем достаточно быстро, энергично, подключая все предплечье наше и переходим на ягодичные широкие мышцы. Вот, я как бы сейчас поперек все это сделал, да, а теперь вдоль этих мышц прорабатываю. Вот, разогрели, почувствовали тепло, можно еще отдельно разогреть, вот, вместо крепления пары, вот этого пучка мышц, вот здесь отдельно и мы проходим. Ну, соответственно, если вы делаете только массаж, там, поясница, да, то это можно синтетично делать с двух сторон одновременно, да. Но, поскольку мы, как бы, как продолжение участка массажа спины, мы делаем пока это все с одной стороны, я ее буду показывать только вот с этой части. Значит, первая часть. Разогрели. Дальше делаем лапу леопарда, которая отодвигает эти мышцы крепления от крестца наружу. Видите, как бы, на расширение, вот так вот я расширяю, любой рукой, в принципе, там можно делать. Расширяем эти мышцы, отодвигаем их в стороны. Проходимся по глубоким мышцам, миофасциальные, так называемый, элемент массажа, когда мы внедряемся между позвоночником и греблем поздушным костюм этим уголком, вот прямо туда. Вот, часто люди бывают, именно эти места болят, и есть, каким-то сигнал к работе с ним. Сейчас не болит, да? Да. Нормально, да? Сам обходим каждый позвоночек с самого крестца, вот так вокруг него обрабатываю, да? Место крепления с копчиком, там есть такая точка акукунктурная, ее прожимаем, даже можно так силой нажать. Она очень хорошо дает энергию в половую сферу человека, повышается потенция. И обрабатываем вот эти точки, которые идут у самого крестца. Да, естественно, у нас это пять срочных позвонков, но между ними есть, ну, вот такие вот отверстия, да, через которые проходят нервы. Соответственно, ну, вот так вот, грубо говоря, вот так и не расположим, да? Соответственно, между пятью позвонками будет четыре отверстия, да? И одну, вот мы их нащупываем, достаточно легко можно прощупать, даже у толстых людей. Прожимаем, в точке миши отцу, вот так вот. И доходим до места, где вот такие бывают ямки. Ямка человека, тут сейчас в складу собираются соли, там шарики такие бывают, их тоже достаточно мощно, сильно прорабатываем. И уходим пальцем по гребну подвздошной кости, и вот тоже вот так прорабатываем, стараемся отодвинуть. То есть, даже выше, вот все сочленения, крестцово-подвздошные вот эти сочленения, там такие маленькие мышцы идут, по сантиметрику буквально, вот такой вот участок. Про них, кстати, очень многие забывают, во время массажа не учитывают. Их тоже можно вот, видите, с утяжелением, тоже рукой. Вот она, кстати, чувствуется эта мышца. Тоже прорабатываем. И уходим по гребне подвздошной кости, а он немножко выше, чем вместо крепления. Вот, кстати, масса ягодичная заканчивается вот эту, да? То есть, можно показать, она заканчивается. Развернем ногу чуть-чуть вот так вот. И приподними ее. Не-не-не, прямой ногу подними. Приподними. Приподними. Вот, видите, как мышца выделилась. Вот она как бы заканчивается. Но гребень заканчивается выше, вот здесь. Развернем ногу назад. То есть, по сути, гребень – это еще 5-7 сантиметров вверх, да? А у женщин – и того больше. И 8-10 сантиметров, у них вот такой широкий. Соответственно, вот мы… Там сухожилия, в основном, все мышцы заканчиваются сухожилиями. Там они вот крепятся, да? Вот так вот веерно. Мы их также вот отсюда начинаем прорабатывать вибрацией вдоль заканчивания мышцы, да? Потом по самому гребень, потом на гребень. Провибрировали, и лапы леопарда прошлись вот такой элемент шестеренки. Сделали туда и обратно. Даже можно захватить немножко спереди место крепления мышцы, ноги уже, да? Это уже ягодично. Тоже можно их затронуть и проработать немножко спереди. И теперь вибрацией снизу вверх. То есть вдоль крепления этой всей мышцы. Ну, тут не одна, там много на самом деле мышц. Есть большая ягодичная, средняя там ягодичная, нижняя. Вот. Работали так вот вибрации по этому гребень костей. После этого хаотично, вот, либо кулачками друг к другу, только по-разному, да? Либо лапа леопарда, вот этот прием, всю ягодицу размяли. Вот. Фрактично, так можно, да? Убра все стороны, друг на друга, от друга, так растягивая мышцы, соединяя их. Вот. Тут мышцы достаточно большие, крепкие, поэтому не бойтесь применить свою силу. Это пойдет только на пользу вашему пациенту. Так. На этом мы закончим первый сет работы с ягодицей. В следующем видеоролике вы увидите продолжение. Поэтому не переключайтесь.